РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО ВЕРА Здравствуйте, дорогие друзья. Лиза Горская. Здравствуйте. Я Алексей Пичугин. И, как всегда, по пятницам мы в этой студии приветствуем Владимира Легоиду, руководителя Синодального информационного отдела Московского Патриархата, главного редактора журнала «ФОМА» и профессора МГИМО. Владимир Романович, здравствуйте. Добрый вечер. Наши досье. Владимир Романович Легоида, председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 1996 окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию. Кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедры международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя Синодального информационного отдела. Владимир Легоида входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат трое детей. Ну, у нас сегодня на календаре Страстная Пятница. В общем, я думаю, что это уже говорит о многом и как-то предопределяет тематику нашей программы «Нерв разговора». Несмотря на то, что мы в прошлый раз с вами обсудили Страстную неделю и даже пасхальную немного затронули, все равно, вот вкратце, буквально в двух словах, может быть, чем так важна Страстная Пятница для христиан? Ну, тем, что это день, когда мы, даже очень сложно подобрать глагол, вспоминаем, переживаем, думаем, проживаем. Крестную смерть Спасителя, то есть то, что является, может быть, и величайшей трагедией во всей истории человечества, и с одной стороны, а с другой стороны является основанием спасения нашего, потому что, действительно, вот крест, то, что было 2000 лет назад орудием позорной казни, именно позорной казни, да, мы знаем, что, скажем, римских граждан не могли казнить через распятие, не казнили на кресте. Это была участь рабов, участь тех, кто не являлся римскими гражданами, не только рабов, конечно. Вот. И вот этот крест, это позорное орудие казни, становится символом, и не просто даже символом, да, становится, собственно, таким... Нашим спаситель на кресте умирает за каждого человека. И это, конечно, то событие, перед которым, конечно, можно только, ну, как минимум, благоговейно склонить голову. Но всё равно, Владимир Романович, тем не менее, какая-то пасхальная радость, ну, я по себе, по крайней мере, сужу, она уже, во-первых, начинается с самого начала страстной недели, а к пятнице она уже прям разгорается. Это же, наверное, я так понимаю, в общем, для многих людей характерно, которые к этому относятся, действительно, к важным событиям и подготовке к Пасхе. Ну, вы знаете, тут, мне кажется, у каждого человека своё, может быть, ощущение, и было бы странно, если бы, там, скажем, моё восприятие это было более важно, чем ваше. Конечно, это не так. Я единственное, что, с вашего позволения, хотел бы сказать, что вот пасхальная радость – это то, чем христианин, в принципе, должен жить. Да, и, в общем-то, тут мы, может быть, не так редко вспоминаем, именно нередко вспоминаем о том, что преподобный Серафим Саровский, каждый день всегда приходящий к нему людей, независимо от того, какое было время года, какой праздник на дворе, встречал словами «Христос воскресе, радость моя», вот, но вот хоть мы вспоминаем это нередко, но, может быть, не так часто понимаем, что это значит. Да, это вот именно, если угодно, какое-то вот такое действительно подлинное христианское отношение к этому. Но сейчас как раз не то время, да, сейчас, если зайти в храм, в любом храме сейчас стоит плащаница посредине храма, который символизирует гроб Спасителя, и Христа с нами нет, Он умер. Это единственное время в году, когда Он умер и сошёл в ад. Ну да, но я, по-своему, в случае реагировал на то, что вот Алексей сказал по поводу того, что всё равно пасхальная радость какая-то, да, и в этом смысле мы, конечно, безусловно, переживаем это после... Конечно, это вся неделя, все тяжёлые дни, и богооставленность, и мгевсимания, и предательство, и страшные обичевания, и крестная смерть. И, конечно, всё это как-то не может не отзываться, если об этом... Когда об этом думаешь, когда это всё переживаешь, безусловно, конечно. А зачем вот такая визуализация очень подробная? Вынос плащаницы, положение в середине храма. Украшение цветами. Вот я была сегодня в нескольких храмах, очень красиво украшено. Видно, что не один час люди тратили, да, чтобы украсить цветами некий символ. Ну, вряд ли можно сказать, что несколько часов проведённых подготовки к богослужению, там, отданных церкви Богу, что они вот... там их много или даже достаточно. Часто, наоборот, много суеты. Люди спешат успеть сделать Пасху, сделать куличи, осветить Пасху, покрасить яйца, убраться дома. Мне кажется, на Страстную неделю время особенно ценно. Вы знаете, не ради, так сказать, не ради спора, время всегда ценно. Вот. И в жизни всегда много суеты. Вообще в нашей жизни слишком много суеты. Может быть, именно вот эти пасхальные события, вот то, что вы назвали визуализацией, и помогают нам понять, может быть, какие-то не такие важные... понять, что это не так важно, то, чему мы придаём много значения. Вы знаете, я вот, если позвольте, поделюсь с вами... Несколько дней назад мне один очень близкий мне человек рассказал о том, как ночью в его жилище ворвался человек с ножом. Это было при храме, и этот человек кричал, что он будет убивать священников. И он по счастью и по такой милости Божьей никого не убил. И потом, когда демонстрировал какую-то нечеловеческую силу, в том числе и когда его СОБР арестовал, ну, захватывал, да, то есть в какой-то момент просто сбросил с себя нескольких... Бойцов. Бойцов, да. Просто сбросил, разбросал. Это у одержимых часто бывает какая-то сила. И когда его допрашивали потом, он сказал там, сотрудники, он говорил, что... Вот он считает, что священников надо убивать. И он понимает, что его сейчас посадят, назвал статью, даже там, по которой... При том, что он был в состоянии, ну, как минимум, алкогольного опьянения сильного, но при этом как-то это не проявлялось. Вот, и сказал, что он, когда выйдет, он будет продолжать убивать священников. Ну, хотя неизвестно, совершал ли он уже это страшное действие. Вот, ну, я это вспомнил к тому, что... Ну, во-первых, видите, вот как-то все это совпало, вот так вот для моего... Восприятия. ...близкого человека, нет, началась страстная неделя. Вот, а во-вторых, потому что он говорил, что вот он как-то... Ну, многие вещи... Много было суеты, в том числе и такой, о которой вот вы вспомнили сейчас, которая есть в нашей жизни. И как она вот, как шелуха, отвалилась, когда человек оказался... Ну, посмотрел в глаза смерти просто. Причем вот смерти такой, знаете, вот... Внезапно. Внезапно, да, внезапно, я имею в виду вот какое-то такое, действительно, беснование. Вот, и... Конечно, поэтому мне кажется, что вот то, что происходит... Вообще ведь в храме... Вот почему в храме, да, вот кто-то может сказать, вот в Евангелии сказано, что... Ну, там, что вот ты зайди, когда молишься, зайди там в комнату, закрой дверь, да, и вообще, почему обязательно в храме? Но ведь понятно, что храм — это место, где человеку... Предполагается, что человеку будет легче, проще молиться, да, настроиться. Где он молится, и... Если можно так выразиться, ушами, да, услыша песнопение, глазами, даже обоняние. Вот, так сказать, здесь... Вот, и поэтому мне кажется, что вот когда мы переживаем страстную неделю, когда мы проживаем страстную неделю, вот мне это слово кажется более уместным, то на это направлены все богослужения, да, вот молитвословия, все чтения Библии этого времени, и в том числе и то, что происходит в храме, и то, что, в общем, с одной стороны, начисто лишено какой-то театральности, то есть изображения того, чего нет, да, изображения какого-то несуществующего мира, вот, но является, вот, обращено к человеку... Я помню, знаете, я на всю жизнь запомню, запомнил проповедь, удивительную проповедь, слово священника в страстную пятницу, причем даже не так, знаете, даже я не помню проповедь, я помню первую фразу, я помню, как она была произнесена, я помню, что вот для меня это было достаточно. А батюшка стоял перед плосеницей, указывал на неё рукой, говорил, вот он лежит здесь. Мне сложно это передать, но для меня это было... Это как раз к вопросу... Сильнее всего, что вот... Это было так сказано, это было так... Конечно, это, может быть, там много чего сошлось, но вот это вот протянутая священником рука, спокойный такой голос и фраза, вот он здесь лежит, и это было понятно, что вот... Это как раз к вопросу о визуализации. Вы знаете, да, в общем-то, дело даже не в этом, наверное, а просто это... Знаете, это вот такие... Это на самом деле, это просто то, что... К вопросу о том, что каждому в жизни даются... Это ведь в любое время может произойти, да, моменты, когда ты вот как-то глубинно проживаешь и понимаешь вот эту близость Бога к человеку. Вот, как вот я как-то у вас уже в программе рассказывал о том, как мой друг, приложившись к плите миропомазания, как он говорил, опустился на колени одним человеком, стал другим, да, там сотни, там тысячи людей проходят ежедневно, и все по-разному переживают. Вот я тоже тогда не один в храме стоял, не знаю, может быть, кто-то намного сильнее переживал, кто-то, может быть, меньше. Но для меня это было, понимаете, прошло 20 лет, я помню, вот как будто я сегодня был свидетелем этого. Это вот такой опыт. Мне кажется, что это именно то, что ученые называют, когда размышляют о религии, религиозным опытом. Ну, не только ученые, в общем. Наверное, почти у каждого есть такие свои моменты. Я уверен, что у каждого. И, собственно, эти моменты такие или другие. Но вот тут важен даже не сам момент, а что ты при этом чувствовал. Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО, сегодня, в эту пятницу, у нас в гостях. Да, напоминаю, что сегодня страстная пятница, поэтому я думаю, что все-таки как-то говорить о каких-то других событиях в этот день, ну, по меньшей мере... Странно. Странно, да, странно. Давайте поговорим о том, как все-таки... Когда, на самом деле, Алексей говорил про радость, я была готова с ним не согласиться. Мне не кажется, что на страстной неделе появляется вот эта радость. Мне кажется, что там появляется торжественность. И начинает ощущаться особо торжественность и величина вот этого момента, величина события. А радость все-таки, она начинает проклевываться в Великую Субботу. Сквозь суету. Ну, все идут там освещать куличи, яйца, пасхи. Ну, у кого сквозь суету, у кого сквозь слезы, да, там, и, ну, каждый по-своему проводит страстную неделю. А я бы хотела как раз поговорить о том, как бы в эту суету не впасть совсем. Потому что, с одной стороны, все-таки надо, да, как-то встретить Пасху достойно. И там, не только внутренне, если Бог даст, да, чтобы дома порядок был, да, или как там праздничный стол подготовить. С другой стороны, насколько это вообще важно? Знаете, я вот, с Вашего позволения, хотел бы все-таки вернуться к этой теме радости, потому что ведь что происходит во время богослужения, с чем связано вот любое богослужение, оно ведь как бы и вневременно, и при этом погружает нас и в, если можно так выразиться, в евангельский контекст, то есть в Евангелие, да, и в событийную ткань Евангелия, причем именно помогая их проживать. На его там и тайную вечерю, и вообще на этом построен там церковный год богослужебный, день и так далее. И вот вы знаете, в чем вот фундаментальное отличие, тем не менее, да, вот условно говоря, когда ведь мы, что значит переживать? Вот когда мы причащаемся, мы понимаем, что мы вот соучаствуем, если угодно, да, вместе с апостолами в Тайной Вечере. Вот мы из... фактически Спаситель дает нам, как он когда-то апостолам, говорит нам, как он когда-то сказал апостолам, примите, да, и идите, это мое тело, и вот пейте от нее, это моя кровь. Это мы слышим, эти слова мы слышим на литургии, и верим в то, что это не просто слова, отсылающие нас к Евангелию, а это, собственно, Евхаристия, которую мы так же, как и апостолы, пережили 2000 лет назад, вот участвовали в ней, так же и мы в ней участвуем. Но в чем вот фундаментальное отличие исторической и старостной пятницы от нашей, которая повторяется каждый год, и в этом смысле я, может быть, не то, чтобы даже вот с Лешей больше согласен, в том, что мне кажется, что... Ну, вот никуда не денешься, это иначе. У нас нет... Вот представьте себе, 12 там, ну, больше на самом деле, вот группа небольшая, все равно небольшая группа близких людей. Вот они три года ходят за учителем, они видят удивительные вещи, они видят больше, чем кто бы то ни был, они знают больше, чем кто бы то ни был, они видят, как он исцеляет, воскрешает мертвых, как он помогает. При этом они понимают, что он пришел, ну, должны понимать, по идее. Нам так... Мы же уже знаем всю историю, нам сложно. И вот его забирают, арестовывают, во что они, наверное, до конца не верили, и думали, что ну как, ну это вот они, ну как, он человек, который воскрешает мертвых, его могут арестовать какие-то земные, потом его избивают, как обычного простого человека, распинают на кресте, он умирает, и спустил дух. И кладут во гроб. Вот это была, конечно, страстная пятница. Вот это было время, когда полная растерянность, страх. Вот там, конечно, наверное, вот в тот момент у людей, у апостолов, наверное, мы можем предположить, что у них не было, естественно, ни пасхальной радости, ни вообще надежды. Это, наверное, вот чернее этого момента сложно что-либо представить в жизни. И потом, конечно, тем, может быть, пронзительнее было то, с чем они столкнулись на третий день, увидеть воскрешего Христа. Хотя там тоже много было, и будет еще и Фома, и так далее. Но в этом смысле мы, конечно, мы-то знаем, хотя Христос им тоже говорил, но мы-то знаем, и мы живем, когда меня даже иногда так спрашивают, ну а что там будет? Я говорю, ну Пасха будет точно, все остальное под вопросом. Я, честно говоря, глубоко, искренне в этом убежден. Когда спрашивают, а как там, что будет? Я вот знаю точно, что будет Пасха, все остальное Бог его знает. Как будет, где, что там, в политике, в экономике, в семейной нашей жизни и прочее, не знаем. Просто интересно, почему, зная, мы как христиане постоянно вспоминаем, ну, по идее, должны вспоминать, по крайней мере, и крестную смерть, и страдания Христа. Зачем нам действительно вот так вот концентрироваться перед Пасхой на этих событиях досконально, прямо вот страстные Евангелия, страстная Пятница. Каждый день особое богослужение не... Ну, вы знаете, тут много, конечно, причин. Во-первых, сам Христос говорил, что возьми свой крест и иди за мной. И если так честно задать себе вопрос, вот как мы, идем ли мы за Христом или нет, насколько мы следуем Ему. И в этом смысле, мне кажется, вот я много раз к этой теме возвращаюсь, мне кажется, и с вами мы уже об этом говорили. Мне, знаете, синдром преподавателя, тебе все время кажется, что ты уже вот в этой аудитории об этом говорил. Ну, вы знаете, как Борис Васильевич Рыбаков на историческом факультете МГУ читал из раза в раз одну и ту же лекцию. Ничего, все слушали. Все слушали. Ну, да, но это надо быть таким, значит, выдающимся человеком, вот, чтобы... Так вот, мне кажется, что... Вот, все время возвращаясь к теме такой предельной реалистичности христианства и Евангелия. Да, ведь вот в чем была одна из великих неправд отношения к христианству, к вере в советское время? Советским людям все время пытались сказать, что христианство – это иллюзия. Это вот не про жизнь, а про придуманную жизнь. На самом деле, не про человека, а про то, вот, каким человек там никогда не будет или не должен быть и так далее. На самом деле, ведь христианство максимально реалистично. И вот мне кажется, да, вот эти все... Когда вот пытаюсь вместе с вами размышлять и ответить на вопрос, почему там, да, а просто потому, что люди такие, да. Ведь человек... Знаете, как... Вот как человек учит язык? Он же знает иностранный язык не тогда, когда он выучил правила грамматики или там другие, да, правила языковые. Правила-то несложно выучить. Нет? Ну, в общем, если человек более-менее, так, голова на плечах, но он ошибки все равно будет делать. Почему? Потому что он должен начать на этом языке говорить. Погрузиться в среду. Это... Ну, там тоже по разу будет. Но я имею в виду, что вот... Это неважно, погрузиться, не погрузиться. Но, условно говоря, даже есть такие теории, что там 5000 повторений должно... Вот 5000 раз человек использовал там в английском третье лицо, 11-го числа, там, окончание С, тогда он на 5000 первый раз уже про это С не забудет. А вот 3005-й еще будет ошибаться. Вот так же в каком смысле в духовной жизни, да, человек должен все время это прожить... Почему? Да он же все знает, знает. А живет он так? Нет. И вот поэтому вот эта встроенность... Ведь в чем смысл? В чем вообще смысл? Почему мы говорим, что молитва держит человека? Человек там становится на молитву. Вот совершаемая молитва, она вокруг себя организует жизнь. Мы же организовываем свою жизнь с помощью режима дня, да. Можно сказать, ну а зачем там каждое утро делать зарядку, чистить зубы? Многие, кстати, и не делают. Да, чистить там зубы, еще что-то. Вот кто-то может, правда, возразить и сказать, ну что, какие приземленные параллели и сравнения. Но человек так устроен, человек так создан, да, что он должен себя, ну, определенным образом собирать, да. А вот в духовном смысле, конечно, вот эти все богослужения, они и направлены на то, чтобы собрать человека, собрать какую-то его, вот какую-то духовную жизнь. Причем, знаете, вот в чем, как раз-таки, в чем удивление, радость и ощущение, безусловные помощи свыше, это в том, что несмотря на всю эту суету, которая все равно есть, вот бытовую, да, связанную с подготовкой, ну, она никуда же это измерение не девается, вот. А все равно вот это собирание, да, эта собранность, она реально как-то происходит, как мне кажется. И, конечно, это чувствуется вот уже, особенно, конечно, на богослужении радостном пасхальном, которое просто преображает всех и вся. Хотя тоже, знаете, не нужно этого ждать, как какой-то магический, ну, вот, какую-то неизбежность, которая вот все равно все, так сказать, все само по себе расставит на свои места. Вот. Кто-то, кто так считает, он может быть неприятно удивлен, да. В этом смысле все равно человек должен сознательно участвовать во всем. Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата и профессор МГИМО. Сегодня здесь, в программе «Светлый вечер», Лиза Горская и Алексей Пичугин. Буквально через несколько мгновений мы вернемся в эту студию. «Светлый вечер» на Радио Вера Радио Вера представляет «Светлый вечер» на Радио Вера Дорогие радиослушатели, в эфире программы «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская и Алексей Пичугин. И у нас в гостях, как всегда, по пятницам Владимир Романович Легойда. Владимир Романович, еще раз добрый вечер. У меня почему-то последние дни, вот этот, вот когда мы говорим особенно про визуализацию, я все время вспоминаю, еще даже в прошлую программу хотел вас спросить об этом, в Бразилии, по-моему, это в Бразилии происходит, когда уже этот апофеоз в визуализации, люди себя к кресту прибивают, сначала несут, потом прибивают. Но это не в визуализации уже, мне кажется, это разные вещи, конечно. Но это такой религиозный экстаз, опыт, практика. Да, вы же знаете прекрасно, что вот в этом, это есть некая особенность все-таки католического, да, вы, видимо, говорите о католической практике. Да, конечно. Но это же не именно католическая практика, это практика какого-то маленького города в Бразилии. В этом смысле да, но с другой стороны, если посмотреть, вот, допустим, духовно-интеллектуальную традицию средневековья, западноевропейскую, восточноевропейскую, очень показательно, скажем, если на Востоке, то есть в Греции, на Афоне, возникает такая духовная и интеллектуальная, можно так сказать, практика, как Исихаз, ну, она возникает, конечно, раньше, но вот она на Афоне реализуется, да, вот, то на Западе мы в это время наблюдаем с одной стороны развитие схоластической традиции, да, то есть это рационализация представления о Боге, вообще, как кто-то хорошо определил схоластику, как попытку рациональным образом говорить об иррациональном, да, то есть это все доказательства бытия Бога, все, чего не было на православном Востоке, традиции, интеллектуальной традиции, доказать бытие Бога. Причем это же не атеистам доказывали, да, какие там атеисты или атеизм как направление в то время, нет, это была такая именно такая вот, тоже форма служения Богу, тебе Господь дал голову, ты с помощью этой головы доказываешь его существование, да, вот такая форма, так сказать, даже монахи этим занимались в монастырях, там, антологическое доказательство епископа Ансельма Кентерберинского. Они кому это доказывали? Друг другу, себе, людям? Вот они это доказывали ради, тут, что называется, ради доказательства, ради того, что, так, насколько я могу судить об этом. Вот, но это потом же, это же многовековая традиция, вот от Ансельма, там, если не ошибаюсь, XI век, до Гегеля, который читал лекции, да, по доказательству бытия Божьего. Вот, с одной стороны, а с другой стороны, вот монашеская практика, в которой, западноевропейская, католическая, в которой очень много чувственного, очень много эмоционального. И мистики. Да, но мистика, это такое слово, это надо сразу определять, мы сейчас просто можем далеко уйти, а вот именно в самой, вот, то, о чем вы говорите, так или иначе, восходит к традиции стигматов, да, то есть, появлений в местах, где были раны от... От гвоздей. Да, от гвоздей у спасителя, появления ран у людей, которые, вот, как считают католики, достигают какого-то такого особого духовного состояния. То есть, безусловно, там, апостол говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу, да, и вот вопрос не в том, подражать или нет, а в том, что значит это подражание. И то, что в практике западной монашеской это связано, в том числе, и с внешним уподоблением, да, что для Франциска Асисского были стигматы. То есть, первый человек, который, как мы знаем, у которого эти стигматы появились, да, это ответ на вопрос, Господи, вот правильно ли я служу тебе, да, вот он считал, что это... И это то, что, конечно, скорее всего, православная традиция будет охарактеризована как прелесть, то есть, как лжедуховное состояние, потому что речь не идёт о внешнем уподоблении, да, и речь не идёт о том, что себя нужно там исхлистать, исхлистать там во время молитвы, что тоже практиковалось там на Западе. Кстати, на Востоке тоже, но совсем, конечно, не так, как на Западе. Вот, поэтому мне кажется, что здесь другое, здесь вот то, мне не очень нравится слово, но раз вы его использовали, это визуализация, о которой вы говорили, там, когда мы говорим о плащанице и так далее, это совершенно другое, ведь всё богослужение православное, оно, если можно так сказать, иконописное, иконичное, если хотите, да, то есть, это вот такая богослужебная икона, да, то есть, там нет горизонтали, там вертикаль, это же, там же не выносят же, так сказать, статую или ещё что-то, выносят именно такое иконописное изображение Христа на плащанице, да, а специфика иконы в том, что икона есть, символ лишённой чувственности любой, да, икона всегда вертикаль, икона всегда вертикаль, в иконе нет, нет вот этой горизонтали наших эмоций, наших отношений с другими людьми, даже вот мы как-то говорили с вами или с вашими коллегами, которые, вот я-то не устаю, а вы меняетесь каждую неделю, с вашими коллегами о том, что вот когда Тайную вечерю художники Возрождения рисуют, да, у них появляется этот горизонталь, потому что сюжет, ну, я не знаю, был ли первым Леонардо, но в Тайной вечере Леонардо это видно, это можно как пример использовать, Леонардо да Винчи в своей Тайной вечере изображает момент, когда все спрашивают Христа, не я ли Господи тебя предал, да, тогда как классическое иконописное изображение Тайной вечеря, это примите и идите, как раз-таки установление Тайницы Евхаристии, потому что это самое главное. Но у нас, начиная с конца 17-го, там, начала 18-го века тоже вот эта вот параллель как раз очень хорошо прослеживается, иконописная, ну, она уже непонятна, это иконописная или живописная. Ну да, нет, ну, конечно, взаимовлияние, безусловно, так сказать, Запад влияет на Восток, Восток влияет на Запад, сегодня в католических храмах вы можете найти в Европе иконы, русские иконы, иконы Серафима Саровского, которые, так сказать, Казанскую. Я очень удивился, когда в маленьком крошечном итальянском городке, в горах, в местном католическом храме, главной святыней, перед которой молились абсолютно все, и там она была украшена, это каноническое изображение Владимирской иконы нашей. Ну вот, поэтому мне кажется, что это, конечно, совершенно разные вещи, разные традиции, вот, то, о чем мы говорили с вами, то, что связано с богослужением, и вот я постарался, да, еще раз, может быть, скажу, что, конечно, вот все, если говорить, то вот, если такую проводить, там, параллель, сравнение, надо даже, это может быть, и не сравнение, это просто вот передача сущности, да, вот православное богослужение, это, конечно, вот такая икона, и вообще, собственно, богослужение, а вот эти все вещи, связанные уже с, ну, в большей степени с небогослужебным пространством, да, там уже, конечно, есть элементы театральности, и, может быть, в них там, ну, это как вот вертепы устанавливают, это тоже, говорят, вот Франциск первый стал их устанавливать, мы же тоже там делаем сейчас вертепы, да, очень трогательные традиции, мне кажется, но здесь вот, знаете, как говорили древние греки, прекрасно надлежащая мера во всем, да, и здесь, конечно, вот мне кажется, что, конечно, когда вот это, какое-то человеческое, слишком человеческое вырывается, вот оно может и увести куда-то в сторону. Разве? Ну, мы же все люди, мы все пытаемся принять внутрь себя, естественно, смотрим на опыты других людей, как это на них влияет, как им... Нет, конечно, понимаете, тут как, бывает, бывает, безусловно, вот тут есть все равно, знаете, это зависит от ситуации, где-то вот есть вещи, которые, не могут быть универсальными, вот для меня таким примером всегда является, вот, иромонах Серафим Роуз, и его вот собрат, отец Герман, подмошенский человек, с которым отец Серафим вот создавал монастырь и прочее. Вот, скажем, отец Герман бывал на Афоне, а отец Серафим нет. И когда отец Герман говорил, ну, как же ты, вот, монах, почему ты не хочешь побывать на Афоне, ну, это странно себе представить. Отец Серафим неизменно отвечал, насколько я помню, так вот по описанию жизни, он всегда говорил, Афон должен быть в своем сердце, да, и в этом смысле, кто из них прав? Да, кто из них больше? Тот, кто переживал, это вот, как вы говорите, да, вот, он хотел непосредственно, он же тоже ездил туда, так сказать, не газированную воду пить, да, вот именно молиться и так далее. Отец Серафим, и вот каждый из них прав, да, каждый по-своему. Вот в этом смысле, возможно, многообразие там, да, и практик, и духовного опыта, и так далее. А другое дело, что есть какие-то вещи, когда, ну вот, когда одно совсем исключает другое, да, здесь... А, например, как это? Да, ну вот я имею в виду здесь как раз-таки, что вот практика, допустим, вот те примеры практики, вот западно-католической традиции, которые я приводил, они, конечно, никак не совместимы, вот, с таким безэмоциональным молитвенным настроем вот восточного монашества. Это просто разные вещи, они, на мой взгляд, они плохо совместимы, конечно. То есть не то, что плохо совместимы, они вот скорее, ну вот, вступают в некое противоречие. Как уже, как разные пути. Понимаете, когда там ехать, не ехать на Афон, можно ехать, можно не ехать. Ну, Сергей Мцаровский не был на Афоне. А вот некоторые считают, что Бог должен быть в сердце, и в храм можно не ходить. Это не то же самое? Я надеюсь, что это все так считают, что Бог должен быть в сердце, первую часть этого. Ну, а это, знаете, это же такая известная история, это же миллион раз, так сказать, переговорено, можно не ходить и думать, что Бог в сердце. Но это как, знаете, вот такая параллель. Можно, ты человека любишь, только вот кроме тебя об этом никто не знает. Вот, если исходить из того, что у любви должна быть какая-то цель, то есть ваше общение, там, брак, дети, то вот не получится. Недаром же, почему там осмысляются отношения Христа и церкви, как жениха и невесты. Да, тоже не случайно. Это вот предполагает все равно, так как Бог в сердце. Ну, да, Бог в сердце, ну, пожалуйста, вот так вот. Ты можешь кого-то любить там своего мужа или жену в сердце, да, замечать, только об этом никогда не узнает. Бьет, но в сердце любит. Это совсем уже другая история, да. Неожиданный поворот. Нет, ну, действительно, ни Серафим Саровский, ни Сергей Радонежский таких активных паломничеств никогда не совершали, но это вопрос, конечно, да, разных практик. Просто вот, раз уж вы вспомнили преподобного Сергия, посмотрите, это вот мы, даже опять же, мне кажется, мы с вами как-то это упоминали, у Дмитрия Сергеевича Лихачева была работа, в которой он сравнивает Франциска и Сергия, которые были, ну, почти современниками, по крайней мере, по тем временам, когда время текло медленно и жизнь изменялась медленно, можно сказать, что современники XIII века, XIV. Мне просто всегда кажется, что, ну, как бы, подводя какой-то итог вот этой темы, христианство, оно же прекрасно своим многообразием, в нем должно находиться место всему. Вот в прошлый раз мы с вами говорили о Святой Земле, о храме Гроба Господня, когда там, в том числе, вот в Великую Субботу собирается огромное количество народа, и арабы, которые замечательны вот этим своим радостью, ликованием, и такие смиренные, восточные, суровые, монахи, священники. Вот это все, вот мне кажется, как раз в этом и есть прелесть христианского мира. Мне кажется, бразильский пример тебе очень понравился. Бразильский пример, просто он у меня все время перед глазами стоит. Ну, вы знаете, я вот, у меня как-то этот бразильский пример, если я правильно его себе представляю, он не очень, то есть он встает перед глазами, но не очень, как-то вписывается, вписывается в многообразие, потому что, ну, понимаете как, при всем ужасе физического воздействия, да, что важно понимать, во-первых, это не так, это всегда проще сделать, ну, всегда проще себе даже руку пробить, чем полюбить человека. Это важно понимать. Это раз. Ну, это мне кажется, очень спорно. Да нет, ну, что-то, это бесспорно. Ну, условно говоря, руку можно, знаете как, завязать все глаза, кого-то попросить, вам пробьют, в любом случае, вам будет страшно. А зачем? Если я не люблю Бога, если мне это не надо. Вот вопрос, зачем, да? Зачем, да? Если ты любишь Бога, тем более, зачем? Вот. А тут есть другой момент. Помните, вот в свое время был у нас очень популярен роман Этен Лилиан Вонич «Овод», да? И вот там, когда встречается, там, сын с отцом, да, по-моему, по повествованию, но когда, в общем, короче говоря, сидящий в тюрьме овод, обращая к своему отцу, там, священнику, да, как оказалось, что его отец, он ему говорит, чуть ли не епископ, он ему говорит, за что вы его любите, говоря, показывая на распятие, за пробитые руки, посмотрите на мои. И вот это было таким аргументом, да как, а что, который на самом деле демонстрирует тотальное непонимание крестной жертвы. Мы любим Христа, мы следуем Христу, мы подражаем Христу, не потому, что он умер страшной смертью. Это важно понимать. Не совсем не поэтому. Но люди-то там... Да не, 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 я договорю, это очень важно, совсем не поэтому. Это вообще было не самое страшное, это ужасная, тяжелая, страшная смерть, но далеко не самое страшное. Человечество в своем падении изобретало пытки и смерти намного более страшные. Да, естественно. И любим даже не потому, что он пошел на эту смерть, будучи невинным, да, будучи невинно осужденным, и в отличие от всех других людей, да, как мы говорим, Христос был человеком во всем, кроме греха. Но любим мы Христа, и подражаем мы Христу, и стремимся идти за Христом, потому что он спас людей, потому что он изменил вот ту трагедию, ту пропасть, которая образовалась между Богом и человеком когда-то грехопадением, то есть, когда человек, когда, как сказано, одним человеком, грех вошел, смерть вошла, да, в жизнь человеческую, да, грех вошел в нашу жизнь через вот ту трагедию, которую Библия описывает через историю Адама и Евы, да, когда человек измел, он стал другим, и потом тысячелетия, да, там, сотни лет люди пытались обрести, вернуться, вот обрести этот потерянный рай, они не могли, потому что то изменение, которое произошло, оно фундаментально, понимаете, то есть, это страшно, и что делает Христос? Он исцеляет человека, он вот это, вот это вот духовное и телесное заболевание, которое было, и которое люди никак не могли вылечить, никак, Бог сам, приняв на себя как образ раба, да, как говорит традиция наша, то есть, человеческий образ, он, что он сделал? Он умер и воскрес, и вот своим воскресением он преобразил человека полностью, он вернул его, вот воскресший Христос, почему он называется, именуется Новым Адамом, потому что он, если угодно, так сказать, вернул человека в то состояние, в котором человек был сотворен, то есть, в состояние, в котором человек не является рабом греху, когда еще человек не мог, точнее, у него не было необходимости повторить за апостолом Павлом, который скажет, бедный я человек, потом, да, характеризуя наше состояние, бедный я человек, то плохое, чего не хочу делать, делаю, а то хорошее, чего хочу, не делаю, и вот это самое главное, поэтому подражание Христу, оно заключается не в том, что мы причиняем себе физический, если они говорят, смотрите, вот его там прибивали, мы себе ногу пробьем, а в том, что мы любим, и в том, что мы понимаем, вот, что Христос, человека спас, и мы стремимся быть достойными этого, и мы стремимся хоть чуть-чуть приблизиться, вот, к этой жертвенности, которую Христос на кресте проявил к нам, и обняв вот крестом, да, руками своими всю вселенную, вот о чем идет речь. Светлый вечер на радио Вера Владимир Олегой, это главный редактор журнала ФОМА, руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата, и профессор МГИМО, как всегда по пятницам, проводит с нами этот светлый вечер. Владимир Иванович, ну, заканчивается Страстная пятница, наступает суббота, и мне всегда было интересно, почему вот у нас в нашем календаре, постном календаре Страстной седмицы, самый строгий пост это суббота, а вот когда Христа, пятница, вернее, простите, а вот когда Христа, ну, как бы мы вспоминаем, что его нет, еще воскресенье не наступило, то суббота, ну, такой довольно-таки, ну, в плане поста, менее строгий день, чем там пятница, например. Вы знаете, поскольку у меня никогда такого вопроса не было, то я не уверен, что мне кажется, это достаточно очевидно, почему пятница самый строгий пост, потому что это день распятия, вот, то есть именно вот этих тяжелейших мучений, вот это восклицание крестного или Илли Ламасова к хвани, да, Боже, Боже мой, почему ты меня оставил, вот, и тут, мне кажется, даже нет каких-то, ну, вполне понятных. Кстати говоря, кстати говоря, вот, вы напомнили эти слова Христа, сказанные на кресте, что они означают? Вот, смысл их, ну, перевод-то да, понятен, а смысл? Ну, тут, понимаете, тут много может быть смыслов, и я, конечно, не являюсь, так сказать, экзегетом, то есть толкователем, исследователем библейских текстов, вот, но есть толкование, что здесь Христос, будучи человеком, да, он, вот, напоминает, или говорит, о вот минутах, ну, это, как бы, знаете, продолжение гефсиманского моления о чаше, да, что, вот, пусть меня эта чаша минует, да не моя будет воля, а твоя, когда говорит спаситель, то есть это тоже, это тоже то, что, на самом деле, знаете, как вот, простите, я, может быть, немножко так сбивчу, но начну с самого главного, наверное, это то, что вот никогда не полностью не может вместиться в голову, хотя это, может, какие-то рациональные, такие убедительные объяснения красивые найти, но связано это с тем, как, как не вмещается до конца в голову человеческую, вообще, боговоплощение. Но ведь это может быть истолковано многими, как проявление некой слабости, и более того, что Христос говорит, вот, Господи, ты, да, как же так, я вот надеялся, там, и так далее. Но ведь с течением двух тысяч лет эти слова никуда не исчезли из Евангелия, когда оно там проходило, ну, действительно, мы знаем, что какие-то вещи в Евангелии всё-таки, ну, понятно, что когда переписывали, если бы кого-то смущало, могли бы убрать. могли бы убрать, да, но в данном случае и Христос знает, что Он воскреснет, Он знает это, но тем не менее, вот, как это можно объяснить? Ну, как, в первую очередь, что, так сказать, на поверхности, это как то, что, конечно, бывают такие минуты, когда человеку кажется, что вот он оставлен Богом, да, и как, и он, такой, знаете, экзистенциальный ужас такой, да, вот оставленности, потому что вот совершается страшное, и оно, и человеческая природа, она, она вот испытывает вот этот вот страх, да, перед, перед, как бы, прекращением бытия. Вернёмся к тому, с чего начали, в плане Великой Субботы, она уже как раз вот наступая, литургически она уже наступила, да, ведь я правильно понимаю, что вся Великая Суббота, это фактически подготовка к Пасхе, потому что литургия Великой Субботы, это как бы является вечерней перед Пасхальной Субботой. Ну да, да, и вообще это такое время уже радостного ожидания, и в этом смысле, как мы с вами сегодня уже говорили о том, что вот то, на что, может быть, даже уже и не надеялись апостолы, мы этого ждём, и знаем, что это будет, что в этом залог нашего спасения, и в этом наша основная радость. И завтра мы с этой радостью пойдём в храм освящать куличи, яйца, хотя, кстати, по уставу ведь, по-моему, положено освящать... Ну вот, так я и знал, что вы закончите... А я всё иду... Нет, я ещё пока... Надо было не так строго поститься. По уставу положено всё освящать, насколько я знаю, после пасхальной литургии, как делается в некоторых храмах. Да, да. И Святейший Патриарх обычно в Великую Субботу объезжает московские храмы и благословляет, освящает там и куличи, и Пасхи. Вот, поэтому... Завтра будем смотреть по телевизору, как... Ну, кто-то по телевизору, а кто-то... Кто-то будет ездить, да. Лучше в храме, конечно. Ну нет, смотреть по телевизору, как Святейший будет объезжать московские храмы, обычно традиционно показывают это. Показывают, да, но при этом что-то есть интересный такой момент, что никогда не предупреждаются. В какой настоятель, в какие храмы. Это всегда несколько храмов. Да, я знаю. Да, поэтому настоятели... Все готовы, да. Перезваниваются. Кому-нибудь к тебе поехал. Нет, мимо. К тебе готовы, да. Ну что ж, друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях был Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО. Наступает Великая Суббота. Здесь также Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Всего вам самого доброго и ждем Пасхи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова